Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где ответы на любые вопросы, есть практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы, инструкции для улучшения жизни и, соответственно, исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Всё в ваших руках, только вы можете решить что-то использовать, что-то не использовать, только вы можете решить, о чём думать и когда и как это делать, ведь только ваши мысли и ваша концентрация притягивает к вам то, на чём вы концентрируетесь. Да, к нам. Я не исключение. Поэтому думайте, решайте и выбирайте. Ваша жизнь – это ваш выбор. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз. Сейчас мы посмотрим прогноз, основное, на что обратить внимание в ближайший месяц, в декабре. Сейчас идёт декабрь. Так что... Стихия... Ой, простите, пожалуйста, что-то вдруг в голове пусто. Стихия земля, тельцы, девы и козероги. Как всегда, помните про акциндент. Акциндент, да, влияет на ваше восприятие, на ваше состояние, соответственно, влияет на ваши мысли и на то, что с вами происходит. Поэтому я всегда советую смотреть ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акциндента для того, чтобы получить полную картину, что же можно ожидать и что же, собственно говоря, делать или не делать. Ну, а также в конце видео три карты на исполнение желаний и дополнительные советы для каждого знака зодиака. Поэтому для тех, кто досмотрит видео до конца, еще идут дополнительные советы. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых. Как всегда, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Очень прошу вас, улыбнитесь, несмотря ни на что. Улыбка улучшает состояние, и улыбкой вы можете улучшить вашу жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получите от Вселенной. Ну что, начинаю я по зодиаку стельцов. На что же обратить внимание в декабре стельцам? Обратите внимание на свое внутреннее состояние. Оно будет не совсем такое, как вы привыкли. Вы привыкли, что вы во всем уверены. Вы привыкли, что вы все разбираете досконально по полочкам для того, чтобы принять решение. Вот не то душевное состояние у вас будет. Больше будет эмоций, чем вы к этому привыкли. Но я вам хочу сказать, что эмоции будут связаны с какими-то новостями, которые в течение месяца вы получите. И скорее всего, потому что я здесь вижу, это будет что-то позитивное, что-то положительное, что вас вдохновит. Здесь могу сказать, что многих из вас, мои дорогие тельцы, ждет вдохновение кем-то или чем-то. Кем-то, потому что это также карта двора. Это рыцарь кубков. Это мужчина старше сорока. Очень чувственный мужчина. Довольно-таки нежный он. Иногда бывает упрямым. Цвет волос, скорее всего, из того, что я здесь вижу, с рыжеватым оттенком и глаза светлые. Если вы девочки, это для девочек, кого интересуют межличностные отношения. Если вы старше сорока, то мужчина будет младше вас. Если вы младше сорока, мужчина будет вашим ровесником даже на год-два старше, может быть. Это может быть как новое знакомство, так и вы можете узнать своего мужчину по этой карте, по моему описанию. И я вижу, что ждет улучшение отношений. Ждут более чувственные отношения. Ждет нахождение компромисса и баланса для тех, кого это интересует. Также это может быть кому-то из вас нужна будет помощь. И вот вам в помощь человек, мужчина, которого я описала. Больше это не материальная помощь, а моральная помощь. Помощь советам и помощь поддержкой. Изменений в материальных я не вижу. Здесь все идет ровно. Все идет так же, как было в предыдущие месяцы. А вот радости и улучшения вашего состояния. Вижу радости и улучшения здоровья, может быть. Ну и как я выше сказала, радости и улучшения в отношениях. Это так же может касаться отношений в коллективе. Посмотрите, если у кого-то есть такие проблемы, задачи. Проанализируйте ваше внутреннее состояние. Помните, для того, чтобы получить, надо прежде всего дать. Именно изменив свое отношение к коллективу, к людям, вы измените отношение людей к себе. Иначе, к сожалению, законы Вселенной не работают. Все равно мы должны идти первыми и получать отдачу за наш расход энергии. Так работает. Нравится или не нравится. С этим вы ничего не сделаете. С законами Вселенной вы спорить не сможете. Обойти их вы тоже не сможете. Убедилась в этом уже даже на 100%. И всегда помните, ваше отношение к людям притягивает отношение людей к вам. И то, что вы делаете для людей, возвращается вам. Может быть, не от этих же людей. Может быть, не в этой же сфере жизни. Но возвращается. Бумеранг есть. Он работает. Его отменить невозможно. Девы, смотрим. Вы будете искать ответы на вопросы. Вы будете немножечко теряться почему-то. Почему-то могу точно сказать, недостаток информации, недостаток знаний в каком-то вопросе будет вас мучить даже некоторых. И вам все-таки придется, я знаю, что вот вижу, что здесь особого желания нету, но вам все-таки придется что-то делать для того, чтобы найти ответы на ваши вопросы, для того, чтобы пришло улучшение. И касаться это может всех сфер жизни, любой сферы жизни. Это может касаться работы, карьеры, бизнеса. Это может касаться межличностных отношений. И также это может касаться здоровья. Здесь я не вижу финансовых изменений. И честно вам сказать, я не вижу именно задач финансовых. Больше я вижу задач, связанных с отношением, с решением чего-то, какого-то вопроса, который, да, в будущем он поможет, материально может быть, но на сегодняшний день большинство задач и вопросов, которые будут перед вами стоять, не будут связаны с финансами. Вы не ленивые, мои дорогие девы, но вот тут я вижу ситуацию, в которых вам не очень захочется действовать. Вам захочется, что все по щучьему велению изменилось, но не удастся вам это воплотить в жизнь. Все-таки придется что-то делать, иначе, ну, авоз и ныне там. Не будет ничего, не сдвинется с места. Поэтому нравится, не нравится, вам придется что-то делать. И, соответственно, делать с меньшими эмоциями, с большим анализом. Все-таки включите в себе аналитику. Вам надо будет анализировать очень многие аспекты для того, чтобы выйти туда, куда вы хотите. Поэтому действуйте, и все будет прекрасно. Ну и козероги. Давайте посмотрим, на что вам обратить внимание в ближайший месяц. Много очень встречи. Обратите внимание на тех людей, с кем вы будете встречаться. Для тех, кого это интересует, может произойти встреча, которая, как говорят иногда, судьбоносная. Это может касаться как работы, карьеры и бизнеса, так и межличностных отношений. Вот из этих всех встреч вы почувствуете и увидите, какая может быть судьбоносной. Ну, для тех, кто в поиске или в ожидании своей второй половины, вы почувствуете, что человек ваш, что или женщина, или мужчина, что это ваше. Что вы чувствуете комфортно себя, что вы на одной волне, что вы можете что-то с этим человеком построить. Это именно для тех, кого это интересует. Интересует, если это касается работы, карьеры и бизнеса, это может быть какая-то даже нечаянная, вот так я это вижу, встреча, которая может стать, ну, судьбоносной. Ну, так говорят, я не знаю, как иначе это озвучить, для изменений в работе, в карьере или в бизнесе. Ну, и, как вы понимаете, для улучшения в работе, карьере и бизнесе. Здоровье. Здоровье будет зависеть от вашего внутреннего состояния. Чем меньше вы будете поддавать себя стрессу, тем лучше и крепче будет ваше здоровье. Вот тут, получается, именно по этой карте я вижу, что ваше здоровье в ваших руках. Ну, а так, очень много людей будет проходить через ваше внимание в ближайший месяц. И, конечно же, смотрите, не вижу, я вижу, что вам будет нравиться, что вот такое количество встреч, такое количество людей. Это могут быть, как ваши уже знакомые, родные, близкие, так и новые встречи, которые могу сказать, потому что я вижу, вам понравятся. Принимайте. Ну, и, конечно, общий совет для всей стихии. Общий совет это быть спокойными, анализировать больше, чем эмоционировать во всех ситуациях, которые будут происходить в ближайший месяц. И я не говорю только о негативных, даже о позитивных. Под сильными эмоциями мы не всегда можем увидеть правильный выход, правильное решение. И даже в позитивной ситуации, если слишком много эмоций, мы можем принять неправильное решение. Поэтому всегда надо успокаиваться, всегда надо больше анализировать и меньше прокрастинировать. Вот тут еще не прокрастинировать, не оттягивать, надо проанализировать, принимать решение, девы, мои дорогие, особенно для вас это актуально, и идти вперед. От того, от вашего внутреннего состояния и будет зависеть ваше решение и ваше продвижение в ближайший, по крайней мере, не только в ближайший месяц, но в ближайший месяц в частности, потому что сейчас мы рассматриваем ближайший месяц. Ну что, мои дорогие, загадывайте желание, задавайте вопросы, загадывайте желание, ставьте цели, и мы, соответственно, сейчас посмотрим, что же посоветует нам оракул в вашем конкретном желании или цели. Надеюсь, вы готовы. Смотрим. Тельцы. Попросите ангелов. Эта карта говорит о том, что надо кого-то попросить о помощи, если таковая нужна, не стесняться просить о помощи, ну, а в частности, попроси ангелов. Выбирайте, кто ваш по знаку зодиака или какой вы хотите, и всегда просьба может быть своими словами, но никогда не забывайте, что ангелы, архангелы, ангелы, ангелы-хранители, они оказывают помощь за благодарность. Это наша плата за помощь. Именно благодарность. Всегда благодарите. Девы, вас ждет счастье, мои дорогие, так что выходите из скорлупы, перестаньте прокрастинировать, перестаньте именно эмоционировать и сидеть внутри ваших, ну, как я понимаю, тут очень много негативных эмоций, они беспочвенные, вас ждет счастье и исполнение желаний, ну, в частности, того желания, которое вы загадали сейчас. ну, и козероги, смотрим, позитив, позитивный настрой и ваши желания, это то же самое, что да, ваше желание исполняется, главное, ваш позитивный настрой. Вот такой интересный месяц ждет стихия земля, ну, а я, в свою очередь, мои дорогие, желаю вам, чтобы вы всегда были на позитиве, чтобы вы всегда смотрели в лучшую сторону, чтобы вы всегда концентрировались на счастье, и я желаю вам счастья по умолчанию, всего самого-самого лучшего. Я люблю вас, мои дорогие, увидимся очень скоро, пока!